Таблички работает эвакуатор на центральных улицах города, установленной не для красоты. Но многие водители, желая припарковаться поближе к пункту назначения, на знаки внимания не обращают. Этот на улице 8 марта запрещает остановку на протяжении 100 метров от знака. Но то ли со знанием ПДД у водителей неважно, то ли с глазомером, в зоне действия сразу две машины. Водителю первой, можно сказать, повезло. Он заметил инспекторов до того, как подъехал погрузчик. Значит, транспортное средство останется при нем. А вот от штрафа отболтаться не получится, как ни старайся. И пять метров у вас сюда может как-то понять. Что-то очень жестко. Сто метров. У вас рулетка может обмануть? Она поверенная, сертифицированная. А лица, знаешь, что она действительно? Сертифика есть. Штраф за парковку в неположенном месте – полторы тысячи рублей. Потраченное на составление протокола время посреди рабочего дня – бесценно. Этот автомобиль как не звал свою безответственную хозяйку, так и не дождался ее. Он тоже был оставлен в зоне действия знака. И на этот раз эвакуатор без работы не остался. Грузить машину – дело пары минут. Автоледи опоздала всего ничего. У хозяйка автомобиля появилась тогда, когда эвакуатор уже тронулся с места. В данном случае автомобиль не возвращается. То есть, если бы она успела до того, как эвакуатор начал движение, то в данном случае мы бы сняли автомобиль с эвакуатора, и она получила бы только протокол об административном правонарушении. А поскольку эвакуатор тронулся, то ей сейчас необходимо прибыть в подразделение госавтоинспекции, где ей будет выписан штраф. И уже с разрешительными документами, которые она также получит в госавтоинспекции, и она поедет на штрафстоянку и заберет свой автомобиль. Но теперь, помимо штрафа за неправильную парковку, по карману автомобилистки ударят расходы на эвакуацию и стоимость услуг штрафстоянки. А ведь всего этого можно было избежать. Оборудованная и совершенно бесплатная парковка буквально в 200 метрах. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.